С вами Азбука Инвестора, я Николай Корженевский. Здравствуйте. Тема этой программы – глобальные депозитарные расписки. Зачастую компаниям не хватает финансовых средств для дальнейшего развития. Налоговая политика государства не дает возможности для самофинансирования, а процентные ставки по кредитам коммерческих банков велики. В таких условиях компаниям приходится прибегать к альтернативным источникам. Одним из подобных источников является выпуск депозитарных расписок. Помимо американских бумаг существуют также и глобальные депозитарные расписки. Глобальные депозитарные расписки – ГДР, расписки, которые обращаются не только на фондовом рынке США, но и на рынках Азии и Европы. Глобальные депозитарные расписки были введены Ситибанком в 1990 году. Рассмотрим пример компании Samsung. Корпорация Samsung хотела увеличить собственный капитал в США через частное размещение, но у нее также имелась сильная инвестиционная база в Европе, которую она также хотела задействовать. Решением в данной ситуации стало создание структуры глобальных депозитарных расписок, основанных на использовании клиринговых связей между Depository Trust Corporation – DTC, регистрационно-клиринговый центр в США и Euroclear Saddle в Европе. Эта структура позволила Samsung увеличить капитал одновременно в США и Европе посредством реализации единой программы выпуска ГДР одновременно на обоих рынках. С 1990 года термин «ГДР» был принят рынком и употребляется, когда речь идет о распространении депозитарных расписок на двух и более рынках за пределами собственной страны. Большинство программ ГДР состоит из транша частного размещения в США, где депозитарные расписки продаются в соответствии с правилом 144А и неамериканского транша. Однако существует множество различных вариаций этой структуры. Гибкость ГДР сделала их популярным инструментом финансового рынка. У ГДР шире сфера обращения не только на фондовых биржах США или в системе портал, но и глобально – на западноевропейских фондовых биржах. Однако их оборот уступает обороту АДР. ГДР обычно выпускаются тогда, когда имитент намерен привлечь капитал как в США, так и на неамериканских, чаще западноевропейских рынках, путем частичного или публичного размещения своих акций. Размещение ГДР вне страны имитента позволяет имитенту преодолеть ограничения на размещение и обращение акций внутри страны. Например, ограничения на долю иностранных инвесторов во владении акцией. Наш эксперт Андрей Сапунов – инвестиционный консультант инвестиционной компании «Финан». Андрей, поясните телезрителям, в чем разница между АДР и ГДР? Хотя депозитарные расписки первоначально были американским продуктом, теперь они выпускаются в разных формах – глобальные депозитарные расписки, европейские, международные депозитарные расписки. На практике же единственным различием между этими номинованиями является предназначенный для их размещения рынок. Например, АДР выпускается и размещается в США, ГДР на рынках двух и более стран за пределами страны имитента акций. А в чем правовая разница между АДР и ГДР? Если АДР дает право иностранным компаниям продавать свои акции на американском фондовом рынке, то глобальная депозитарная расписка позволяет предприятиям Европы, Азии, Латинской Америки продавать акции на многих международных рынках. А где ГДР наиболее распространены? Наибольшее распространение ГДР получили на европейских фондовых рынках. Большую часть операций с ГДР приходится на электронную систему информации о ценах лондонской фондовой биржи. В чем преимущество имитента ГДР? В том, что он может привлекать капитал не только на внутреннем рынке или американском фондовом рынке, но и на многих мировых рынках капитала. А могут ли американцы купить ГДР? Нет, американские брокеры не дают такой возможности, так как это запрещено их законодательством. А вот мы, американцам, можем позволить купить ГДР через наш брокер. А что еще может выпустить имитент на свои ценные бумаги? Кроме депозитарных расписок, имитент может выпустить свои ценные бумаги АДС, американские депозитарные акции. Но выпуск депозитарных акций для неамериканской компании – дело довольно сложное, длительное и дорогостоящее. Имитент, планирующий выпустить АДС, должен отвечать требованиям американского права к регистрации эмиссии, финансовой отчетности и раскрытию информации о компании. Многие компании не обладают достаточным капиталом и достаточной продолжительностью деятельности, чтобы соответствовать этим условиям. Андрей, для чего российские компании прибегают к выпуску ГДР? Ну, прежде всего, ликвидность и объем инвестиционного западного рынка. Компания выпускает свои бумаги с расчетом на то, что иностранцы проявляют интерес инвестиционный к развивающейся экономике и будут вкладываться в российские предприятия. Тем самым, они увеличат привлечение капитала. ГДР выпускается банком-депозитарием на акции, находящиеся на хранении в этом банке. Очень часто депозитарные расписки размещаются одновременно на американском и неамериканских рынках вне страны эмитента. ГДР позволяет эмитенту привлечь дополнительный зарубежный капитал, так как эти бумаги легко приобрести европейским, азиатским и американским инвесторам. С вами был Николай Крыженевский, спонсор показа – ЗАО «Инвестиционная компания Финам», входящая в состав холдинга «Финам». Удачных вам инвестиций и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова